Сезон простуд традиционно стартовал с октября. В поликлиниках сегодня многолюдно. Пациенты приходят как на прием, так и на вакцинацию. Медики говорят, клиника течения всех случаев ОРВИ характерна для респираторных заболеваний. К тому же в Берске фиксируют заболеваемость гриппом и коронавирусом. У подтвержденного гриппа процент небольшой, то есть пока про эпидемию мы не говорим, но тем не менее волна инфекции пошла. Идет информация о том, что возможно возникновение волны коронавирусной инфекции. В кабинетах неотложной помощи проводятся экспресс-тесты. Делаются при обращении по показаниям. Если вызывают больному с высокой лихорадкой, выезжает врач на дом, он тоже может провести экспресс-тест с коронавирусом на проверку. Есть, конечно же, обследование на грипп и коронавирус методом ПЦР. Это проводится в стационарах при госпитализации с диагнозами ОРВИ, осложненным бронхитом или пневмонией. Это детское население и взрослое население. То есть это либо ОРВИ, либо это такая вирусная пневмония, подозрение на вирусную пневмонию или тяжелое течение пневмонии. Пока госпитализировано 4 пациента в наш госпиталь, который был у нас. Госпиталь сохраняется на 10 коек. То есть мы их не закрывали по ковиду, который на Попово 10 дробь 1 у нас расположен. Самой эффективной мерой профилактики от респираторных заболеваний медики считают вакцинацию. В Берске от гриппа привито уже порядка 32 тысяч пациентов. Из них более 10 тысяч поставили вакцину дети, 70 – беременные женщины. Вакцина современная, массово применяется по всей стране, обладает защитой от всех актуальных штаммов. У нас продолжают работать мобильные пункты вакцинации, еще на эти выходные будут работать по тем же адресам, это ДК Родина и Орион. Также работают пункты вакцинации по поликлиникам. Вакцина в наличии имеется. При желании еще можно подойти, обратиться. Если у нас население сознательное, вакцинацию прошло хороший процент населения, мы не должны перейти в эпидемию, будет обычная сезонная заболеваемость ОРВИ инфекциями. Защититься от респираторных заболеваний по-прежнему помогает маска и соблюдение правил личной гигиены. Профилактика и укрепление иммунитета должны стать задачей номер один для всех, кто не желает оказаться в больничной палате. Продолжение следует...